Видно, надо спуститься. Я вообще-то купаться не хочу. Круто, пипец. Ну, а что такие дожди были, блин? Конечно, вода поднимется. О! А по стенам? А что, нельзя вот на деревяшку сбоку, с правой стороны наступить, рюша? Можно. Нормально показать, что там, стены, это не со стен все лилось? Нет, стены нормальные. Стены сухие? Да. Это снизу вода поднялась. Ну, вот такие обильные дожди были. У тебя же не дело такое погребе. А представляешь, что у нас там была сейчас морковка, картошка? Ну, дядь Коля предупреждал. Тогда не вариант здесь сделать погреб. Ну, а что мы уже сделали? Ну, надо закрывать его. Пусть стоит так. Кладовую какую-то делать, я не знаю. И прикинь, он еще не глубокий у нас. Я в полный рост, но не могу там стоять. Ну, да. Так, посмотрим, что у нас в погребе осталось. Как здесь пахнет сыростью. Так, если мне что-нибудь под ноги поставить, чтобы не утонуть. Пилотик, нельзя. Хороший попросил компот. Так, еще одни огурчики. Вот огурцы. Видите, как я тоже закручивала, но они с косточками, с семенами. Мне есть прикольно, но на салат они пойдут. Вот огурчики. Потом салатики. Вот салат. Сколько таких салатов. Здесь потом вот такой салат. Видите, они разные. Вот салатик остался. Вот этот очень такой же. Вот этот, вот он какой салатик. Тоже. И вот этот салатик. Это, по-моему, тетя Ира нам давала. Так. Там дальше банки, банки. Банки. О, помидоры со сливами. Помидоры и сливы. Кстати, их нужно будет вытащить. Ой, контимайя дать, если у нее нет. Если есть, то это. Тогда хрюши, что ли, рушь. Потому что у нас никто не ест. Так, мелкие вот они. Остались у нас тоже здесь несколько баночек. Это уже наши огурцы пошли. Ну, здесь неженки две осталось. Одну съели. Ну, никто просто в погреб лезть не хочет. Поэтому нужно будет делать комнату, да, Рушан? Как кладовую. Сюда никто слазит. Вот, допустим, я сюда не хотела. Вот если я захотела икру поесть, я не полезу в погреб ради икры. Не полезу. Мне для меня это, не знаю, не очень удобно. Так, есть тыкрыный сок, не хочешь? Нет, спасибо. Вот никто, видите, не пьет. А есть этот компот? Компота нет. Или сок виноградный. Виноградный сок есть. Вот он, вот он сок виноградный, держи. Один. Так. Такой вот виноградный сок, держи. Надо все выпивать, банки освобождать. Держи, это тоже. Я как раз банки сейчас в кухню уберу свои с компотом. Вот он сок. И вот он сок. На, это все выпивать надо. Его просто развести в холодильник, понимаешь? По бутылкам. А я только что бутылки выбросила. Молодец. И такая вот приправка тоже. И я все делала. Все делала, все вкусно. Здесь что у нас? Это у нас... Что же это такое? Не помню, представляете? С вами можно кабачковую икру отвезти, отвезем. Это что-то с орехами, с грецкими. С медом что-то. А, нет, это... Что же... Что же за ягод это здесь? Поэтому нужно подписывать. Я вчера спрашивала в магазине. Наклейки нету. Наклеек. Тут тоже не помню, что это такое. Я здесь готовила. Нет, сладкое что-то. Вот здесь тоже что-то сладкое. Вот здесь сладкое. Здесь вот груши есть. Все у нас есть. Вот они еще, огурчики. Ой, все у нас есть. Только не естся. Ну, естся, конечно, у нас... Я готовила очень много. Много всего было. Больше половины съелась, да? Ну, сколько мы съели только. Ну, да. Ну, ничего, все это съестся. Надо просто заняться. Подписать это все. Либо съесть. Пусть стоит и будем потихонечку съедать это. Помыла дверь. Навожу порядки. Там накрыла вещи. И нас здесь... Я здесь буду пол мыть. И нас здесь, видите, вот здесь вот у нас затопило тоже. Тоже топило. Потому что, видите, здесь как... Нэнси, ну, не успела. Такая смешная была. Развалилась. Такая дохлая. Ой, не могу. Жарко. Жарко, да, Нэнсик. Жарко. Кстати, видите, сколько у нас капель осталось. Капеля немного осталось. Чуть-чуть. Сейчас буду здесь мыть пол. Нэнси на чашке здесь стоят. Так что, такие дела. Даже отсюда, может, видите, топить. Я говорю, у нас там, где клумба рекой вода шла. Прям ручей настоящий. И оно все сюда, сюда и сюда и заливает. Вот здесь даже элементарно, где дверь. И поэтому постоянно здесь и пыль, и грязь невозможно. Ну, ладно, что поделаешь. Справляюсь пока. Так на воды? Нет еще сейчас. Я сейчас припаскала. Компот, который я делала. Я его на веранду поставлю. Огреб ничего спускать теперь не буду. А здесь на полки поставлю, да, и все. Отходи, пилотик. И огурцы. И огурцы тоже. Жарко до невыносимости. Давайте, дети мои, домой заходить. Ты разводил, нет? Да. А, ты же разводил. Это резисты. По пути в Павловску поехали. По пути заехали в магазин. Банка 1000 рублей стоит. Сколько у нее литров, интересно? Ой, наверное, литров 10. И смотрим банки. А вот, смотри. Не трехлитровые? Это под закрутку трехлитровые. Вот, смотри. А вот. Квадратные. О, трехлитровые, смотри. Три литра и 450 рублей. Вот, вот эти мне и надо. Все, забираем. Дом уже покажу потом. А здесь есть, смотрите, четырех что ли литровые. Они идут штука 200 рублей. Что-то, смотрите, какие они такие большие. Большие такие прям не хочу. Здесь есть 1,8. Смотри, а подожди, а это сколько получается стоит штука? 200 рублей? Да. А здесь, смотри, 1,8 стоит 300 рублей. А там два литра, а вообще 450 стоит. 3,3. Ну, три литра. Какой ветер, да? Опасно, вот так могут и стекла повлетать. У тебя даже сигнализация сработала? Пипец. И здесь вот всякие разные. Вот эта штука классная. Да? Интересно. И чего только здесь нет? Клепите. Веники даже есть. Что, сейчас туда возьмем? Сейчас Кристина там освободит продавщицу. Это для чего? Не знаю, ягоды сушить, наверное. А, ну да. Сюда, и сюда никакие мухи, хотя пролетят, смотри. Пролетят же? Нет, муха нет. 8 литров. Или это в походе что-то с собой брать? Нет. Сушить, сушить. Допустим, ты хочешь что-то высушить, ту самую траву. И чтобы мухи не налетали, ты закрыл и все, и подвесил, и оно сушится. Да, сушить, сюда накидал все, всего, и сушишь спокойно. Наконец-то взяла банки. Трехлитровые, 6 штук, 450 рублей. Так, одну руку не открою, сейчас я вытащу, открою, покажу. Еще пленка пыльная, сниму потихонечку ее. Так, это пыльная, давайте на этой почище покажу. Ну, на этой. Вот такие вот трехлитровые банки. Были круглые. Почему я стала брать более такие, как квадратные? 0,33 литра написано. Видно, да? И когда ставишь, вот видите, они меньше места занимают. Они вон, видите, компактно так все, тен-тен-тен, составил. Вот, видите, все, они очень мало места занимают. Вот такие пузатенькие, они, видите, как, они занимают больше места намного. Пузатенькие баночки. Ну, вот так вот, 3 литра здесь. Ого, буду компоты закручивать с вишней. С вишней. Соседка приходила сегодня, говорит, Диан, спасай, говорит, собирай вишни, пропадет, жалко, говорит. Ну, надо вот собрать. Немножко времени не хватает, но соберу обязательно, а то пропадает реально вишня у всех. Говорит, собирай. Потом крышки, 10 штук, 150 рублей. Вот такие крышечки подходят. Да, вот они. Получается 20 крышек. Ну, и не только на эти банки, они подходят еще вот на эти банки. Вот они, видите? Поэтому взяла, на всякий случай, чтобы не было такого, как было недавно. И взяла здесь морковь. Посею морковь. Вот такая морковь столовая. Лосина, лосина островская какая-то. Отличные вкусовые качества, отличная лёжкость при хранении. По 50 рублей. Вот такие покупочки на сегодня. Ну, ничего, я рада, рада. Банки для меня, конечно, я очень рада. Сейчас покажу, что уже сделано и сколько осталось. Ну, в принципе, вы видите все, что осталось. Осталось сделать только этот коридор. И маленькие дорезки. Ну, вот, как понятно дело, вот такие кусочки. Вот, про что я говорил, то, что, может быть, это самый такой, единственный получился нисхождение. Это вот здесь. Вот, видите, здесь ровная плитка. Ну, буквально чуть-чуть вот уходит. И вот с этой стороны вот. То, что будет попадаться в глаза. Да, но здесь где-то встанет шкаф, там, всякая так. А в остальном, в принципе, везде вообще классно вышло. Здесь, вон, видите, здесь буквально там сантиметра 4. И здесь также 4 выходит. И вот здесь чистка идёт. Тяна и спать надо взять. Вот тут, видите, в принципе, всё чётко сходится. Здесь, ну, там чуть-чуть шире получится, но здесь у нас столешница будет, этого не будет заметно. Поэтому вот таким образом я, можно сказать, вышел из положения. А здесь тоже особо, ну, там, пошире, конечно, здесь вот сходится, видите, узко будет, получается. Здесь даже взять сантиметра 3. А здесь шире, а здесь шире, но здесь диван встанет, этого не будет заметно. Да? Вот так вот получается. Ну, это фигня уже осталась. Можно сказать. Можно сказать, уже переехали. Да. Можно сказать, завтра переезжаем. Да? Да. Это, знаешь, это тонкий намёк на то, что нужно до завтра всё сделать. Вот так. Ваш шпатель. Шпатель я взял. На. Ну, шпатель нам будет удобнее. Ну, это не царапается, да? Не, не, не. Это же керамогранит. Его не так легко поцарапать. Я на всяких случаях спросила. Ты лучше знаешь, как этот, на сухую счищай, а потом тряпка эта. Ну, я просто здесь уже на ночле. Ну, да, я так, ты на будущее, говорит. Рея, чем в кафель протереть, ты его... А крестики, смотри, шпатель вот так подделал, крестик вытащил. Руками не тяни, потому что это... Почему? Иногда бывает не вылазит. А, если не вылазит, то надо будет... Да. Нет, не так. Вот здесь сбоку, допустим, шпатель берёшь, дай покажу. Вот. Вот так подделал. Раз, два, три. Ну, их не выкидывай, собираю, они ещё понадобятся. А, ну, ещё вот эту стену надо будет тоже отштукатурить, мне кажется, да? Чтобы поплёвку протянуть, чтобы она беленькая была. И так сойдёт, да? Женька, вот здесь сидит штукатурка. Я её ненавижу. Да. Вот здесь ещё подрозетники надо вырезать. У нас там вроде бы тоже розетка есть. Вот здесь что? Да, есть провод, торчит, да? Да. Вот он для unterstüt. Да, у него уже лежат подрозетники. Вот здесь проштропить надо. Вот здесь тоже розетка, да? Да, это... По половине, да? Нет. А вот что? Поддухловый шкаф. А, пол dehорный шкаф. И вот здесь три розетки. Вот здесь три розетки. Здесь будет такая миниатюрная солейница. Да, это выключатель. А вот здесь я могу тоже три сделать? Здесь? Да. Нет. Вот здесь не могу только одна, да? Нет, одна. но она будет двойная можно поставить двойная 4 5 6 7 8 8 розеток в кухне и кухня будет очень большая ну я думаю тебе хватит все свои гаджеты подключить у нас в летнем домике на кухне сколько 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 гнезд здесь будет поудобнее потому что вот там внизу не совсем удобно залазить а здесь получается все вот наверху здесь поверхности такие я буду я станешь у нас получается косметика они чувствуют и это я тебе сейчас немножко потом могу опять испачкать понятно я буду постараюсь аккуратно о чем здесь осталось 3 положу она высохнет схватиться потом я там вырезки